Руслан Сочинава, Телефокс. Руслан, дебютный матч премьер-лиги, уступили 1-4, но ты уже по опыту, да, Сокола, проходил переход со школьных полей на стадионы. Подадобится время Телефоксу для адаптации к этому полю, воротам? Я думаю, что да, потому что все-таки состав немножко другой, все-таки отличается, и сегодня, наверное, одна из причин поражения, то, что нам именно, как ни парадоксально, не хватило опыта, потому что, не скажу, что прямо чисто по-игротски нас Урицкий переиграл, но в борьбе переиграли они нас, потому что, ну, вот первый гол – это полностью нехватка опыта, потому что они использовали высокие ворота. И били мы сегодня мало, это вторая причина, как только начали более-менее бить, вот, тогда что-то получаться. Ну, будем делать выводы, вот, а так, конечно, не унываем, но опыта не хватило сегодня. А какие задачи у Телефокса на Премьер-лигу? Задачи, скажу, такие, что понять силу, прежде всего, своей команды. Вот, конечно, хотим максимума побороться за призовые места, но посмотрим, как получится. Вот, по первой игре еще мало делать выводы. Если сделаем выводы, я думаю, что наладим игру, будет попроще нам. Александр Анищук, Урицк. Саша, поздравляю с победой. Ну, вот сегодня мне понравилось вот твое тактическое решение. Два нападающих, Алексеев Матвеев вместе, еще так придержал их на заменке. Они вышли, решили. Расскажи, как формировался состав, какие задачи и как тебе игра сегодняшняя? Спасибо за поздравление. На заменке парней придерживал, потому что они опоздали. Состав называют за 20 минут до старта. Кто опоздал, те остаются на замене и выходят позже. Это касательно того, что они вышли позже. А по формированию состава, ну, да, не секрет, что у нас ушло большое количество игроков. При этом это игроки ключевые, которые были у нас основными. Но формируем новую команду. Еще, на самом деле, два месяца назад я думал, что мы вообще закончим с футболом. Ну, вроде захотелось, решили продолжать. Молодых парней потянули, ну, молодых по нашему возрасту. А так они уже вполне себе сформировавшиеся ребята. Будем знакомиться, будем играть. К сожалению, сегодня еще даже не все друг друга знают на бровке. Как зовут, кто шестой номер, кто там, 901. Будем сформировать задачи. Я думаю, что все команды, которые пришли в премьер-лигу, у них одинаковая задача. Все будут говорить одно и то же, может, кроме Ленты, да, которая впервые в этом формате играет. Говорят, что хотят попасть в четверку для переходных. Так, я хотел бы, чтобы у нас к концу турнира была команда боеспособная, чтобы мы могли продолжать играть этой командой еще много лет. А кого сегодня отметят, что тебе больше всего понравилось? Ну, конечно же, Саша Матвеев очень хорошо, Рома Алексеев, которых ты отметил. Но, на самом деле, все действия всей команды мне понравились. Мне в защите понравилось, как мы сыграли. И в центре поля, в общем, практически никто не выпадал. Все, о чем попросили, все все сделали. Для первой игры, а это действительно первая игра в этом составе, я думаю, что мы сыграли хорошо. Ну, вот ты говорил, что Рома Алексеев не так был результатин в Суперлиге, как в Вышке. Да, вот сейчас Премьер Лига, и полегче, да, ему создавать момент и реализовывать? Я думаю, что Рома Алексеев очень хороший нападающий, очень сильный, но у него совсем не пошла игра во втором круге Суперлиги. В первом было все нормально, в весеннем кубке было просто замечательно, было там лучше. А в Суперлиге в втором круге не пошла игра. Я думаю, что это связано не только с тем, как он играл, в какой форме приходился, а с тем, как команда играла и через какую схему играл. У нас там была игра через центр, очень много игры низом и очень мало пространства. А Роме нужно пространство. Сегодня оно было, и он играл хорошо. Спасибо. Спасибо.